хорошие люди в россии загорелся фитиль новых протестов и по-моему его не остановить и символом его станет туалетные ершики которые на даче у путина по 600 евро в каждом туалете и наверное этими ершиками свободные россияне начинают кое-что чистить пескову жириновскому соловьеву и то как эти товарищи пропагандон и начали высказываться о протестах я бы хотел с вами обсудить добрый вечер всем свободным людям друзья знаете с хорошим настроением пишу то что вчера происходило в россии она радует потому что наконец-то люди показывают что они не мусор что у них открываются глаза что они не слушают пропаганду им на нее абсолютно наплевать ролик навального уже посмотрела 70 миллионов это прям колоссальное количество и в десяти странах особенно практически все страны постсоветского пространства но идет на первом месте и это же гвоздь самого последнего искрака для фитиля последнего вора то есть выше и уже навальному не как не надо ни про кого делает расследование он самого низа до самого верха показал всех тех людей которые грабят 30 лет россию и в принципе все наши страны абсолютно одинаково не дорвались до власти у нее распилили и они рассказывают что без нас страны не будет она развалится а я это значит ты против беларусь или против россии я сегодня не буду вам показывать видео всех этих драк протестов шествий смысла в этом не вижу потому что уверен что вы все это уже давно видели и вчера в любом случае все хорошие люди были прикованы к экранам телевизоров телеграм-каналов youtube каналов и смотрели что происходит трансляцию дождя дождя за вчера посмотрела 10 миллионов человек это очень классный сигнал что наконец-то люди проснулись не только в республике беларусь и в россии это что их сейчас под одну копирку пропагандой там и там обвиняет из тех живут жириновского что это проститутки наркоматы туняцы можно только видеть как это сплотит народ потому что когда вся российская пропаганда на украинских людей распространяла свои фейки точно также свою пропаганду это очень сплотила людей потому что ничего не сплачивает умных и нормальных людей когда ты видишь откровенную ложь ты понимаешь что пусть они зомбируют стариков пусть они рассказывают неадекватов неадекватом из но до федорова но хороших людей больше и они начинают объединяться и у нас есть возможность точно также с вами общаться я бы хотел сегодняшнее видео посвятить тому как российская пропаганда белорусская отреагировала на то что вчера проходила по всей россии и это очень круто что не только москва и питер а вся россия встала начнем мы самого главного пропагандиста который точно такой же вор потому что он получает космические деньги имеют дома в италии хотя живет на бюджетные зарплаты налогоплательщиков соловьиный помет работая на телевидении все телевидение убыточное зато у него там не знаю сколько миллионов рублей зарплата и он может рассказывать какие все нехорошие это как он вчера горел это как у него были взрывы эмоциональные я получал истинное удовольствие понимаешь только для кого-то это будет мучение но я вам еще трехчасовой трансляции выбрал три маленьких кусочка который хотел бы с вами обсудить начинаем интереснейшие команды в поддержку навального они же уроды в первую очередь моральные но и физическое проявляется гнилозубость такие клеющие смердящие уже сейчас знаете вот я здесь почувствовал не оскорбление то что он больной на голову идиот это понятно я вот в этих такой шипящие речи я услышал страх он реально забздел просто испугался но сейчас то в рубят санкции и на таких теле пропагандонов тоже и все и не будет у него озеро кома и будет он отдыхать в геленджике там же комнату для грязи есть кстати еще один простите за грубое слово годами маргарита симонян откомментировала вчерашние протесты все круто друзья работайте минус одна женщина это про ту женщину которая просто спросила вышла за что вы задерживаете парня и получила сумасшедший удар живот упала этом головой бровку и вот это она была в больнице сегодня правда глава там какого-то мвд приехал лично перед ней извиняться и горил мы проведем расследование это не наши методы но мы уже видим как диктатор лукашенко проводит расследование 7 убитых людей расследование они проводят задерживают как раз врачей которые показывают что тот же рома бондаренко был абсолютно трезвый ладно идем дальше у него же гореть не перестала теперь он уже объединил полностью революцию в республике беларусь украину и свободных людей россии знаете прикольно странно почему он не назвал их бандеровцами но они уже стали власовцами в беларуси изма горы украина вся бандеровская то есть те кто хотят нормальных выборов против коррупции чтобы грабили твою страну вы все сволочи смотрите эти власовские подонки этот навальный со своими дружками нацистами которые ненавидят саму природу россии и этим они сходятся с наследниками коллаборантов как украины так и беларусь ну честно радует что он объединил хороших людей украины беларусь и россии я надеюсь когда снесут этих диктаторов все войны у нас быстро все закончится все территориальные границы восстановятся пересажаете всех этих чернокнижников шакалов и как их там называют путь правда конечно предстоит еще длинный но очень четко соловьев после этого сразу же набрал жириновского что тот объяснил почему так происходит и жириновский ответил на все вопросы буквально 20 секунд есть что что он там допустим навальный занимается коррупции для весь мир занимается коррупцией это болезнь многовековая и неизлечимая друзья то есть они все прекрасно понимают что люди стали против коррупции как основы коррупции беспредела что уцепились синие руки и воры и преступники за власть и нигде не хотят отпускать и он уже жалуется но это же проблема всего мира что вы жалуетесь на коррупцию россия же без этого не будет существовать представляете если будут строить дороги они будут чиновники воровать то россия умрет без этого вдруг туалеты начнут из на улицах сносить и переносить детям школы в дом как это чиновники умрут очень прикольно прокомментировал эти протесты усатый песков сейчас будут многие говорить что на незаконные акции вышло много людей нет вышло мало людей много людей голосуют за путина и много людей голосовало за поправки конституции если вы цифры сопоставить вы поймете насколько это мало людей под этим видео кто-то в комментариях прикольно ответил про поправки и про то сколько голосует за путина если так как подсчитывают голоса на выборах россии посчитать количество участников митингов то их вышел миллиард я думаю ответ совершенно справедливый потому что это же я уверен это первая суббота и будет все нарастать и репрессии и сопротивление людей я думаю что так как это уже там была болотная потом года два назад это уже третий виток который будет только нарастать и его уже остановить ни одна репрессивная машина не сможет я очень хочу верить что невозможно сейчас 21 веке сделать из страны концлагерь что хочет путин и что хочет лукашенко еще 50 лет назад когда строили северную корею это возможно сейчас это уже мне кажется невозможно кстати сходств будет с беларусью очень много во первых вчера обрисовывали стены путин вор путин хуло и тому подобное бегала милиция все стирала мне это напоминает сходство как в республике беларусь бегали все стирали дальше есть очень много видео где российские омоновцы кстати же не тоже как и в республике беларуси без опознавательных знаков чтобы никогда никого не нашли страхуют своих убийц вот они уже с автозаков записывали видео я не могу вставить потому что меня просили чтоб меньше было нецензурно лезть лексики в канале дети иногда смотрят они отборным матом говорят ну что как мы вас сегодня там ля 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 троливали сделали революцию получите ну это мат перемат точно такие же видео мы видели от омона в республике беларусь то есть сейчас будет в этом году гражданское противостояние против мафии с ихними вооруженными бандитами и рано или поздно невозможно будет это удержать и той же весной снесут лукашенко за него грохнется и путин никуда не деться они не смогут запаковать хотя я уверен что репрессии в россии будут гораздо сильнее чем еще были в республике беларусь тут будут идти по полному беспределу абсолютно потому что власти есть миллиарды миллиардов они за них будут бояться очень сильно я уверен что хотелось бы чтоб все прошло без крови очень хотелось я верю больше в революцию так называемого дворцового переворота когда путин лукашенко дал всему своему окружению наградится они все тоже при деньгах уже 20 лет грабят значит у них выросли свои поколения которые не хотят работать в колхозе или еще где-то и у них есть огромное состояние которое надо держать в цивилизованных странах и чтоб дети там росли не зря шум их них у всех у них детей гражданство то заграничное и когда им отпилят их не деньги их не ресурсы начнут отбирать недвижимость то скорее произойдет дворцовый переворот не скажут вова уходи у нас заберут все и попытаются может быть красиво его отстранить от власти а может быть где-то еще гуляет один новичок который кто-то применит я бы хотел еще пару вам интересных видео вставок ставить то есть у лукашенко польша виновата а здесь виновата америка но это обычно кстати еще соловьев очень сильно вчера в стриме говорил что масло в огонь в телеграм-канале на российские протесты подливает телеграм-канал нехта я удивился они перехватили у соловьева вчера разговор ника и майка где те обсуждали место постройки дворца геленджике и чтоб фсб вернее фбр наверное его охраняло заметьте ни одно расследование навального не опровергнута если бы навальный хоть где-то допустил маленькую ошибку и к нему можно было прицепиться поверьте госпропаганда 24 часа в сутки тыкала над этой ошибкой рассказывала что навальный врет вот у нас есть доказательства 0 опровержений а его отравлений 0 опровержений а его убийц 0 опровержений что дворец не путина просто говорят вы коллаборанты вы власовцы вы бандеровцы если вы против преступников во власти хотите еще вдруг кого-то себе выбирать новых менеджеров вы как сказал вчера соловьев внутренние террористы в беларуси уже есть террористы сейчас они добавляются в россии если вдруг вы смогли досмотреть этот ролик до конца значит мы с вами на одной волне поэтому подписывайтесь живет беларусь слава украине россия без путина алга казахстан сносите всех диктаторов и все страны опять заживут спокойно с улыбкой и лучше будем думать как развивать технологии малый бизнес и садить коррупционеров пока